Все, мозг видно? Все, всем привет! Все, Женя, а ты ответственный за это дело. Я забыл щелкалку, буду без щелка. Вот видите, подготовка самая важная. Сейчас коротко готовился, забыл этот, как это, кликер называется, да? Презентер. А? Презентер. Презент, презентер. Это он кликер. В общем, да, да, сейчас кликать издалека. Как это, как, что? Мы с вами говорили уже не раз, повторением отечения и все такое, да? Я сейчас вообще понял, пока люди опаздывают, да, нужно всегда иметь терпение, а что-то запасное, что ты можешь рассказывать, пока люди опаздывают. Это важная вещь. То есть пока основная часть аудитории, ну не основная, а большая часть аудитории, они когда-то тормогат, тебе нужно иметь какую-то историю или анекдот, или, ну желательно, да, что-то такое, чем что-то интересное, но как бы еще не о самой вот, не о самом вот, 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 вот об этом, да? Мы, так сказать, мы как раз пока все опаздывают, мы повторим, да? Это раз, что мы делаем, а два, это то, что я могу, получается, новенькое такое повторение, так сказать, что мне сильно понравилось. Что, я слышал такую историю, что Рав, не помню имя, Рав какой-то говорил так, что тот, кто изучил лист, там, ну, в общем, какой-то информации, да, в кусок, там, Талмуда, только один раз, это называется, что, ну, есть такая вещь, называется бетуль-то-ра. Бетуль-то-ра это то, что ты мог заниматься торой, а ей не занимался, то есть потратил время впустую, вместо того, чтобы заниматься чем-то важным, да? Бетуль-то-ра называется, отмена тора. И он говорит, что тот, кто изучил некоторую информацию один раз, он, это был бетуль-то-ра. То есть учил тору, сидел, один раз прочитал, это называется, что ты не учился вообще. То есть в чем идея, что мы уже говорили, да, что тот, кто сеет и не... Тот, кто учится и не повторяет, тот, кто сеет и не жрет, да? Что посеешь, то и пожрешь, да? Значит, тот, кто сеет и не жнет, он как тот, кто... Как тот, нет, нет, это не надо. Да, он как кто, вы уже должны запомнить. Тот, кто учится и не повторяет, он тот, кто как сеет и не собирает урожай. Правильно. Вот, теперь, прости, мы тебе дадим какой-нибудь поощрительный приз. Теперь так. Призрительских симпатий. Призрительских симпатий. Значит, теперь так, что я просто вот это почувствовал сейчас уже, особенно на последней неделе, несколько раз, что, в общем-то, я часто уже информацию читаю первый раз, только для того, чтобы потом ее перечитать. Первый раз, когда ты прочитал, ты ничего не понял. То есть, нужно прям любую, то есть, если это не фантастика или не фильм, то есть, если твоя задача это не произвести на себя впечатление, так ты быстро успел. Ты что, будешь вторую половину или как? Давай сходим. Два! Ты можешь пока прописать это. Можешь пока прописать. Ты не слышишь на доске, отходи, если ты как хочешь. Значит, теперь что? Что первый раз ты что-то узнаешь только для того, чтобы вообще познакомиться. Если твоя цель это не обалдеть от информации. То есть, например, для чего нужно кино? Кино это для того, чтобы получить удовольствие, но при этом ты получил некоторое наслаждение и все, оно пролетело. То есть, это именно такие поверхностные вещи, которые нам нравятся, они одноразовые. А второй раз кино то же самое смотреть уже обычно неинтересно, только если очень хорошее, да? Теперь любая вещь, которая по сути такая, которую ты хочешь узнать. И как сейчас, сейчас, скажу, дождяк такой. Возьми, возьми там эту. Все? Есть контакт? Контакт. Ну, такое. Только фейсбук остался, да? Любая вещь, которую человек обычно использует для наслаждения, чтобы впечатлиться, это обычно вещи одноразовые. Типа там кино, какое-нибудь... То есть, такая, что раз ты что-то увидел, что понравилось, это все одноразовое. Если ты хочешь себе что-то загрузить в голову, это должно быть повторение, повторение, повторение. А первый раз он только ознакомительный. Так? То есть, поэтому мы начинаем, как всегда, с повторения. В общем-то, мы сейчас делаем самое главное, потому что то, что мы сейчас повторим, это то, что вы запомните. А то, что мы сегодня новое возьмем, вы только первый раз увидите. То есть, понятно, да? То есть, теперь то, что мы повторим сейчас, это вот первая часть, мы уже третий раз все посмотрим. Это то, что вы уже начнете уносить с собой. А то, что будет самое последнее, чем мы, собственно, будем все занятия заниматься, это будет только то, что мы только посмотрим первое. Так? Зачем нужна ораторская? Это я пролистываю. Много хороших вещей. Так. Вот это, да, то, что мы с вами повторили, что подготовка рулит. Вот видите, кликер забыл, теперь приходится щелкать на компьютере. Про повторение только все сказали. Вот это мне понравилось, я здесь добавил кое-что. То, что настрой перед выступлением, он определяет выступление больше, чем, собственно, контент. Контент нужен для того, чтобы тебе было что рассказать, да, вот просто вот, ну, типа, ты же будешь что-то делать, а тебе нужно что-то делать. То есть, это нужно содержание. Плюс содержание, оно тоже как фундамент. То есть, если у тебя нет фундамента, то дом построить нельзя. Но весь дом большой, это не слова. Потому что я могу одну и ту же вещь рассказывать совершенно разными. Вообще методами и заискать в этом разные детали. И в зависимости от того, как я это делаю, будет абсолютно разный текст. Чувствуете? То есть, абсолютно вообще, абсолютно разный текст. Вот просто в зависимости от того, как ты его запаковываешь, текст разный. Теперь, люди обычно перед выступлениями, они что, они парятся в основном, уможешь, что я буду рассказывать, о чем мне рассказывать, да. То есть, это типа, вот, о чем, ну, о чем мне рассказывать. То есть, если я найду то хорошее, о чем я могу рассказать, то тогда выступление будет классным, да, быть логикой такая. Это, это, как бы, частично верно. Но в основном больше работает то, что намного важнее то, как ты расскажешь и то, с каким настроем ты будешь рассказывать. А дальше, что ты будешь рассказывать. То есть, я могу любую скучную, как бы, математическую теорию как-то так запаковать, что ее будет интересно слушать, да. Могу вот это вот рассказывать так, чтобы просто все лягут тут просто и уснут, да. То есть, если, это зависит от интонации и от визуальной картинки. Понятно, да? То есть, люди беспокоятся, что я, что, не найду контент, и поэтому выступление будет плохим. Как раз работает наоборот. Я настроюсь, и в этот настрой я могу запаковать любой, даже самый скучный контент. Понятная идея, да? То есть, настроен первичен, скорее, по отношению к контенту. Это некоторый фундамент, для которого невозможно. Но настрой, он первичен по отношению к содержанию. И в настрой можно запаковать что угодно. Есть? ОФП, помните, да? Туда входило что? Что нужно подготовить, собственно, мясо, да, контент. Подготовить место, где ты будешь выступать. Познакомиться с людьми, с которыми ты будешь выступать. Знать аудиторию, да. То есть, если я сейчас буду на вас говорить на нерусском языке, то будет непонятно ничего, да. Потому что, типа, аудитория. Надо говорить на языке аудитории. Комплименты и просьбы. Этим мы с вами займемся потом уже. Комба от напряжения и стресса, помните, да? Какие есть, как с это, сбивать стресс. Ну, в любой ситуации, в принципе, да, то, что у нас было. Представить в кучу расклад. Раз, никто не умирал от выступлений, да? Физическая нагрузка внешне меняется. Внешне влияет на внутреннее. Вот это всякие разные движения. Разные движения, да? Сжимать мышцы, дыхание медленное. Вот это, мощно подвигаться как-то. То есть, вот здесь, например, да? Вот. То, что я добавил тоже на этой неделе. Как человек себе, который выиграл Олимпиаду, да? Как он себя ведет? Вот, да! То есть, например, эти лыжники, да? Этот биатлон, который этот, он уже, там, не знаю, сколько триатлон, он уже несколько часов там шарашит, шарашит. Уже он должен был к концу этой трассы просто уже вырубиться полностью. Просто, просто вот пересечь финишную линию и лечь там. Что происходит? Он ее пересекает и начинает просто еще в три раза веселее, значит, прыгать, скакать, просто вообще с ума сходят. Теперь, если вот это вот себе, то, как вы, или бокс, да? Тот, кто победил бой, что он начинает, он запрыгивает, знаете, да? Он начинает вот это вот, да? И с тренером обнимается, его начинает кидать, да? То есть, если ты вот это вот себе, вот эту вот победу себе включишь, вот это, вот это, вот это вот включишь, да, как вот олимпийский какой-то победитель, как он себя ведет до того, как ты выступаешь, то, в общем-то, это будет твой настрой на выступление. Понятно, да? Это то, как можно изменить внутреннее состояние. Просто визуализировать и как бы фактически сыграть то, как проиграть то, что сыграть то, что делает победитель. Понятно, да? Так. Ладно. Давид танцевал то, что я, по-моему, рассказывал. Ну и во время подготовки это одна из самых хороших вещей. Во время подготовки визуализировать, как ты будешь это делать. Например, тоже мы сейчас с Ариэлем что-то готовили, потому что Ариэль готовил. То, что я сказал, то, что в тех моментах, когда ты собираешься что-то определённое сказать, тебе нужно продумать, как ты будешь это говорить, чтобы у тебя мозг записал, как ты это говорил. И потом, когда ты будешь выступать, ты так и сказал. То есть нужно это несколько раз прям сыграть полностью, как ты это делаешь. И то, что последнее у нас было... Сколько тебе времени раз? Ты будешь... Я не продумал, давай в следующий раз. А, в следующий раз, хорошо. Всё. Супер. И мы с вами начали про барьеры выступления. Помните, в последний раз мы говорили про то, что мешает... Ну, то, что мешает выступать, то, что ты спрашивал тоже, да, этот... Человеку, ну, страшно. Его... Ну, нормальные, естественные реакции человека на то, что он не знает, это... Ну, дискомфорт и страшно. Абрам, с чего начинается вся история Абрама. Лех, леха. Выходи из своей страны, из своей границы, из своего менталитета, из всего. Это у любого нормального человека порождает реакцию такую, типа, куда идти, зачем, я не знаю, что там, как там. То есть, Абрам начинает с этого, весь еврейский народ начинает с этого. В принципе, то есть, это начальная такая нормальная реакция человека, что сначала страшно. И первый раз, когда ты любую вещь делаешь, страшно. Да, Абрам, он поэтому и такой супер-хирур, мы считаем, что... Потому что он... Бог сказал, он прям и пошел сразу, да. То есть, это... То есть, это тяжело. Первый страх, который мешает, мы с вами сказали, неудача. Второй был? Критика. Третий? Третья проблема, скажем так, что было? Отпутствие опыта. Или негативный прошлый опыт. То есть, если ты в детском саду где-то уже, это, публично сильно запоролся, то у тебя записывается, «О, Боже, это страшно выступать, я не могу...» Да? Такая... Да, сейчас, секунду, нет, лучше назад. Так, давайте вспоминаем про неудачу, мы уже прошли, что там было, как с ней справляться. Ну, то есть, я боюсь, что... Страх неудачи, что это? Я боюсь, что... Что меня засмеют. Что я... Нет, это критика. А если... Что значит не получится? Проснусь. Да, то есть, не получится. Что значит не получится? Забуду текст. Забуду это. Отберющее электричество, и что я вообще буду без слайдов делать. Я упаду в обморок, да, еще в темноте. И... А? Нет, это уже... Это второе, это все в критике. Что еще? Как еще можно запороться? Так вот, лично, не, чтобы кто-то отреагировал. Сам я так могу запороться. Луаник ноутбук. А? Луаник ноутбук. Нет, это такое. Это конец просто. Думаю, чрезмерно поправлять одежду, обращать внимание на это. А, ну, нервничать. Вот. Сильно, сильно нервничать. Начну дергаться, да, то есть, такое будет электроник. Но вообще такого не происходит. То есть, как правило, мы боимся больше, чем оно есть. Так всегда. Мы говорим о том, что уже и произошло, то есть, на сцене. Как вот, например, в замене выступления преодолеть... Уже в процессе? Да, да, вот это интересно. Прибухну. У кого-то есть буквишка. Не, я знаю, что мы сегодня, я не знаю, что им или нет, как бы, в цели выступления. В Европе есть такой принцип. Соф маасе бе махшават хила. Да, что конец... Соф маасе. Конец действия в мысли изначально. Я думаю, когда ты уже на сцене, и ты уже начал бояться, и видишь отклик людей, что, типа, они такие, на тебя смотрят немножко. То есть, ты уже попал в замкнутый... Я подумаю, но пока вот у меня нет ответа, как уже в процессе вырулить. То есть, нужна какая-то заготовочка, да, вот нужно что-то... То есть, чувствуешь, что уже валишь, и нужно что-нибудь отмочить про то, как люди волнуются, как это смешно, да, то есть, что дальше. Типа того. Но это тоже, это все в подготовке. То есть, как уже в процессе, когда уже пошел, у тебя уже начинается замкнутый круг, и как его замкнуть уже внутри, ну, то есть, только, не знаю, что-то внутри такое себе придумать, представить, что-то... Так? Давайте, про неудачу, что он... Так вот, представь. Лик святого святого. Давай. Страх, страх, и он говорит тебе, я знаю, ты можешь, Жора. Нашептывает на уши. Да, да, да. Страх неудачи, что мы с вами сказали, что с ним делать? Страх неудач? Да. Хорошо готовиться? Нет, помните мультики смотреть, мы говорили. Идем и делаем. Представить себе именно удачу. Любой, то есть какой-нибудь, любой Мошера Бейну, он за чем шел? Он шел за видением. За каким видением шел Мошера Бейну? Мы выйдем из состояния, из точки А. Это называется как бы состояние, как это, recent, да? Настоящее состояние. Потом будет процесс, и будет точка Б. Что за точка Б? Точка А и точка Б это что? Точка А это? Конечный пункт. Нет, у Мошера где была точка А и где была точка Б? И у евреев. Вот, Митраем. Точка А была Египет. Точка Б была? Израиль. Израиль. Между ними это, собственно, сложности и процесс. Так Моша не вошел в Израиль. Это что? Спасибо, но это не связано с тем, что я обсуждаю. Точка Б это Израиль и процесс между ними это что? Пустыня. Зачем идет Моша и зачем идут, соответственно, за ним все люди? Он как лидер всех с собой тащит. Он идет за картинкой, правильно? И человек, в зависимости от того, какую картинку он видит, в зависимости от этого он и идет. Если картинка классная, сочная, прикольная такая и которая вдохновляет, Тебе, ну то есть, ты выступаешь, типа, ты классно, да? Если ты видишь, что, значит, Рути встанет, И уйдет из аудитории, да ну, блин. Но ты и так не сделаешь. Да, я знаю, я про это буду про тебя говорить, потому что, знаешь, это точно так, ты будешь терпеть до последнего. Это же самое ужасное выступление. Значит, ну если, как бы, и это будет лучшее, что произойдет в этой аудитории, как бы, и это тот мультик, который ты посмотрел, то, как бы, ты будешь стоять и вот так долбашиться, да, все выступление, да? И, соответственно, а то, что ты себе это представил, то, что ты себе что-то представил, вследствие этого ты себя вот так ведешь, а вследствие этого как раз она и плюнет и уйдет, да? То есть, как бы, в итоге то, что ты себе представил, оно приведет к тому, что ты себе представил, понятно, да? А если ты себе представил, что? Что тебе хлопают в ладоши и не могут остановиться потом полтора часа после твоих двадцати минут, то и воск, когда ты получишь, то, как бы, тебе весело и посольно, да? Даже если этого не будет, но как бы выступил, то все равно лучше, чем ноль. Настрой на успех, в общем. Вот, да. Это кино, да? Надо смотреть кино о триумфе. Первое. Все идут за целями. Цель – это картинка какая-то, за которой тебя тащат. Какую картинку можно придумать? Ну вот с выступлением. Тебе цветы дарят. Тебе Оскаром уносят. Оскаром, да. Что потом? Напишите книгу, пожалуйста, про то, что вы сейчас рассказали. Фотосессия. Да, да. Вам шнурки завязывают. Вот, а? Вам шнурки завязывают. Тебе завязывают шнурки, да. Я буду еще прямо привезти. А? Я буду еще прямо привезти. Да, да. Год назад в школе, в детской классе, я начал участвовать в научных выставках. И вот у меня, так вот, встретился шанс спекать в Пекин на международную конференцию. И вот я с тебя одна же ночью езжал, и представил себе, вот как я на ней выиграл, занял первое место. И почему я написал такую песню триумфальную, очень такую, дай мне ее поставлю. Это из бутылку первого главной темы. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я вообще-то представил, я говорю, было бы классно. В жемтаже у меня первое место. А, ты занял первое место? Да. Золотая медаль. Круто. И вот там как раз играла эта песня. И цветовый. Да. Да, кто не подарил. Подарили рюкзак. Кто это еще говорит? Это говорит еще... Слышали Севенкови, нет? Типа семь этих наборов. Вы только эффективны. У него первый это начинает действовать, видя конечный результат. То есть, если ты видишь, что ты просто взрываешь эту трибуну, прорываешь эту красную ленточку, пересекаешь, видишь, что я такой белый и такой лучах этой славы, да, то как бы тебя, тебя туда начинает магнитить в эту картинку. Ты туда хочешь попасть. Поэтому нужно... Ну, а нужно что научиться? Нужно научиться самому себе в голове поставить проектора, самому себе играть в мультики нужной. Визуализация при подготовке мы уже сейчас сказали. То есть, ты когда готовишься, ты это все вот играешь, да, проигрываешь это все. Дальше. Дальше. Что еще? Про опыт. Помните, говорили? Опыт, что отношение человека к неудачам обычно какое? Типа провал. Еврейское отношение к неудачам что? Семь раз? Семь раз сладим, падает. И встает. И встает. И семь раз... Это царь... Кто сказал? Соломон. Спасибо. Я думал, скажет Давид опять. Значит... Ну, я знаю. Да. Теперь... Получается, что цартики падают по-любому. Любой царит падает. Это нормально. Все падают. Дальше к своей неудаче и этому провалу, смотря как ты отнесешься. Если ты отнесешься к этому как к очередной ступеньке, то все будет классно. Да. То есть, в принципе, любое ваше выступление здесь, допустим, даже, которое... Я еще таких не видел и думаю, что таких не будет. Я стараюсь. Значит, но... Даже если что-то не получилось так, как ты хотел, это как бы... Это именно то, что нужно для того, чтобы в итоге получилось. Понятно? Да? Это как бы... Это такая логика, чтобы побеждать. Так. Дальше. Страх критики. Про страх критики то, что помнит... Что мы говорили? Первая там была мысль просто, что критика будет... Так или иначе. По-любому. Критика будет у самого вообще гениального человека, преподавателя, самого лучшего президента в мире. Все равно будут тысячи таксистов, которые будут перемывать тебе почты, потому что ты уже самый худший. Потому что ты худший. Нет, потому что таксисты это обычно, особенно в Израиле. Это вот каждый... А, нет. Не так. Просто в Израиле... В Израиле есть анекдот. Есть анекдот такой. Это сказал этот... Как его звали? Сейчас вспомню. Друльного Алексея. Нет, нет, нет. Это Дизраиль и... Забыл. Не Дизраиль, а... В общем, забыл, как зовут этого человека. Он говорил, что я... Я президент в совершенно... Про Израиль, да? Я президент в совершенно особенной стране. Здесь у меня целая нация президентов. То есть каждый еврей... Это в Торе написано, что вы народ священников. Ну, то есть Куаним. Теперь... Там комментаторы задают вопрос, что кто такие Куаним? Куаним это те, кто... Ну, это Коины, да? Коинов там, я не знаю, 5% от еврейского народа. И они те, кто делают работу в храме. Что значит вы все Коины? Так Коины... Коины... Коины они или вы все? Так там это объясняют, что есть еще два перевода этого слова. Первое я не помню, а второе это Манхиг. Манхиг это тот, кто ведет за собой людей, это лидер. Евреи это народ лидеров как бы по умолчанию. Так? То есть такая нация президентов. То есть критика по-любому у самого топового человека, она по-любому будет, это неизбежно, и это надо понимать. Ну, то есть любая вещь, если вы на большой аудитории сделаете самое лучшее, что вы можете, будет кто-то, кто будет сидеть и кривить этим самым. Чем не кривить? Личиков. Понятно. Личиков, да. Спасибо. Так, это первое. Факт, критика будет и у идеального вообще человека. Ну, не идеального, понятно, еще больше. Ты всех... Любым известным популярным человеком кто-то сильно не доволен. Без этого. Тем более, если ты еще не прям какой-то идеальный. То есть палец и не о чем. Это нормально. Второе. Это кому можно вообще давать себя критику? То есть от кого вообще можно воспринимать критику? От того, кого доверяешь. Два параметра. И те, кто лучше тебя знают за эту тему. А. Он дружелюбный к тебе. Б. Он успевает за этой темой. То есть нужно два... Если нет одного из двух, типа, ну, кто ты такой, чтобы мне рассказывать, о чем я делал. Понятно, да? И все, критика пролетела мимо тебя. Приводили примеры. И вот здесь где-то мы закончили с вами. Про опыт. Отсутствие опыта. Первое, да, это что чем больше опыта, тем больше, тем лучше все становится. По-моему, на этом мы когда закончили на Линкольне, да, что он там вводил эту... Начинал вводить политику, что черных надо освобождать. И как он ее отрабатывал, говорил рабовладельцам какие-то аргументы, надо черных освобождать, у них понятная реакция. Он говорит, ты с ума сошел, ты помнишь, я сейчас вообще это сам. И раз, два, три, четыре аргументация. Он на месте дает контраргументацию, потому что он не может отвечать. Он говорит, это неудача, это что? Это я сейчас узнал. Это я сейчас узнал то, на что мне нужно научиться отвечать. И садился, писал ответы, опять садится в машину, с кем-то едет, начинает его гасить. Этот начинает гасить его в ответ, он смотрит, где я еще не могу контролировать. И так вот он накатывал. В итоге у него была полная такая мощная база про любую тему необходимую. Консультация с таксистом. Просто опыт, а? Консультация с таксистом. То есть, короче, единственный путь, этот самый, приобрести опыт, это приобретать опыт. Я думаю, что это очевидная такая вещь. И что... Ой, нет, только нет. Обратно листать. Тут вот в макбуке, вот в этих презентациях, вот это минус. Это опыт. Нет, это опыт. Я теперь не буду жать кнопку назад, даже если вылезло что-то ненужное. Это опыт. Я теперь опытный. Вот. Второе, что? Что-что-что? Вот это есть. Асетерат Хакева еще, да? Что сделай твою Тору постоянной. То есть, что в Тверке Авод написано, что ты Тору, когда учишь, ее нужно учить не... Не следите целое воскресенье и сидите с утра до вечера. А нужно лучше по чуть-чуть каждый день. И написано в Талмуде, что... Поймал ты много, не поймал. Поймал чуть-чуть, поймал. То есть лучше, как это, лучше воробей... Синица в руках, чем журавль в небе. Вот так. Вот. Спасибо. Это называется подтанцовка, кстати. Какой-нибудь видосик выдать или вот кого-нибудь подвать сюда. Это называется. Теперь второе, то что нужно нам здесь, в процессе обучения. И, то есть, это важная очень вещь. Это именно аплодисменты. Это такой социальный метод выражения, что ты молодец. Да? И, как бы, хорошая среда. То есть, у нас здесь... А? Да, красиво это описал. А что сейчас? Я уже... Выражение того, что ты молодец. Да. Вот. Красавчик. Теперь... Да, давайте. Ха-ха-ха-ха. Как бы, теперь человеку, когда он только учится, ему нужно создать немножко парниковые условия. У нас как раз здесь, слава богу, эти парниковые условия, они есть, потому что мы все с вами в хороших отношениях. Слава богу, и все прекрасно. И, поскольку у нас цель у всех чему-то научиться, так никто никого осаждать и осуждать не будет. Как бы, у нас это исключено. Мы... То есть, в конце человеку плюс обязательно его... Ему надо похлопать. Ему обязательно потом нужно сказать, что ты сделал хорошо. Что после этого происходит? Он выступил, и после выступления у него какая? Что в голове? Зазнался. Бене. Я сейчас... Я сейчас... Я сейчас... Спит. Бене такой... Бене уже полвектра и спит такой. Он такой... Он лежит, зазнался такой. Последний раз выступил, и с тех пор зазнался. Зазнался. Потерял себя. До сих пор умит, да. Да, до сих пор за это... Не может освободиться от этого. Вот. Сказали хорошее, и человек отложил. Ага, вот это было хорошо. Вот, да. То есть, у него теперь... У людей все работает по ассоциациям. У него теперь с тем, что я выступил, у него что связывается? Приятная ассоциация. И у него появляется позитивный опыт. Теперь, когда он будет выступать в следующий раз, он будет думать, что... Ну, я в прошлый раз выступил офигенно. Сейчас я точно смогу выступить. Еще лучше. Все. То есть, это... И это даже если человек выступил плохо, это все равно то, что ему нужно сделать. Потому что... И закреты сделают, что потом... Может, второй раз он тоже будет плохо, но он будет лучше, чем первый. Это единственное, что важно. Понятно. Но вас я хвалил, потому что это было хорошо, а не потому что... А я потому что это было плохо. Так. И последнее. То есть, то, что мы здесь делали на доске, то есть, чтобы приобрести опыт и хорошо его приобрести, должна быть вот эта обратная связь хорошего качества. Что это такое? Это... Что я сказал? Это... Что было хорошо? Что было конкретно хорошо? Что именно тебе понравилось? Что прям понравилось? Понравилось? Это первое. А второе... Что еще можно добавить? Аккуратненько, да. Потому что люди как бы комплименты очень любят, а критику воспринимают очень тяжело. Типа... То есть, человеку для него самые тяжелые чувства – это то, что я хреновый. Как бы критика – это то, что обеспечивает чувство хорошо. То есть, Рафсим Хакоин, у него есть целая голова про критику. Он там говорит, что это целое искусство, наука. И это нужно прямо учиться. То есть, это прямо такое нужно сесть и прямо учить эту технику, как в институте сидеть и учиться. Если собираешься критиковать, что, как, где, когда, по какому поводу, да. Потому что вообще нет. Ну и да. Много факторов. Так. Вот. Еще что интересно, что я хотел здесь сказать, да. Что… Ну, Рамбам пишет. Пишет. Ну, ты рассказываешь, а у меня… Всплывает. Да. Всплывает. Всплывает. Всплывает очень интересно. Всплывает. 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 Ну,besimo найди, что было хорошо, это раздуть. Рамбам говорит у нас же… Ну, как это работает? Любив ближнего, как себя… Да, просто «хайк». Да. Сегодня «хайк», хайк везде. В любой ленте «хайк». Любив, как себя. Теперь… Ну, мы уже здесь парнями с тремя обсуждали, что вот эти формулировки все «будь добрым» и «добро» — это все вообще мусор, это реально ничего не стоит. Ты должен, если ты говоришь что-то такое, типа, нужно быть добрым, ты должен потом сказать конкретно, что значит, то есть, я хочу быть добрым. Что ты хочешь сделать? Ты хочешь, я не знаю, спасать людей? Каким образом? Хочешь что? Хочешь идти в пожарную? Или ты хочешь быть врачом? Если врачом, то каким врачом? Что спасать там-то забросов? То есть, пока у тебя нет конкретики, вот это все вообще пусты, типа, «будь добрым» — это все, ну, ничего не стоит. То есть, весь еврейский закон, вся Аллаха, то есть, как бы, Тора говорит, типа, «будь добрым», вся Аллаха, она говорит, что значит быть добрым конкретно. Так, теперь, то есть, нужно людям сначала дать конкретную, конкретную, что было хорошо, так. И Рамбом теперь говорит, что вот это вот, есть принцип «люби ближнего как себя», хай, все сказать. Теперь, что это конкретно, Рамбом приходит и говорит, конкретно, что это? Первое. Тут просят чуть громче говорить. Громче? Хорошо. Я буду, я буду, я буду, ну, пожалуйста. Это неудачно, это неудачно. Это письмо, оно нам очень сильно. Это провал, да. Я, как бы, вообще, давай поближе поставим сюда, может. Я, как бы, громче уже. Я, как бы, громче уже. Я, как бы, с тобой все в порядке, а не под вопросом. Ну, ты не в первой области звука. Да, мы, кстати, вот, да. Супер. Да, и фир такой. Я начинал. Значит, про сто процентов, да, то, что Бенис сказал, мы уже обсуждали. Есть две позиции, человек, который ставит себя по-другому, может быть, сейчас другие красавчики, или наоборот. Вторая, она выгоднее, да. Теперь, Рамбом говорит, то есть, «люби ближнего как себя» звучит супер. То есть, «сеете доброе, вечное, ну, что это?» Рамбом говорит, что это, во-первых, это комплименты. Это другим говорить комплименты, это вот пункт первый в том, что значит «люби ближнего как себя». То есть, ты красавчик. То есть, это, как бы, выполнил заповедь вот на этом моменте. Но комплименты, то есть, там, например, мы будем с вами отдельно проходить, как комплименты работают, что конкретно говорить. Комплименты, я так просто в общих чертах. Комплименты в адрес внешности – это самый, так сказать, низкий и базовый. В общем-то, что можно сказать, он… Если ты не можешь его, как-то сказать, хотя бы запаковать в какую-то эмоцию, это его лучше вообще не говорить. Потому что, я, как бы, я, ну, там, я не знаю, красивые у тебя глаза, ну, как бы, это ты такой, во-первых, родился, во-вторых, тебе не первый раз это слышно, да. То есть, ну, красивый, причем, ну, то есть, и родился я с красивыми глазами, да. Я не про себя, я не знаю, я не знаю, я не знаю, если у меня красивые глаза, мне такого особо не появилось. Есть. Есть. Нет, спасибо. Спасибо. Вот, теперь, что? Это первое, это самый низкий, в адрес внешности или очевидных вещей каких-то. Второе, это получше, это в адрес энергетики, то есть, с тобой очень приятно, ты такой человек, в адрес качеств. А третье, самое лучшее, это в адрес… Это, я думаю, потом пройдем уже подробно про что? Действие. Вот, вот, да, 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 супер. Это в адрес того, над чем человек трудился. То есть, комплимент, например, там, ну, для меня, например, да, и там ты там красиво поешь. Ну, я, я, то есть, у меня так как-то получилось, я над этим специально… То есть, старался сколько-то, но, ну, то есть, это не, как бы, тема моей жизни. То есть, пою и пою. Типа, поешь, как вот тебе этот комплимент, типа, ну, как снаружи так приятно, типа, да, ну, то есть, может быть действительно приятно, да, но это, как бы, или там, ну, то же самое, то есть, над тем, что там, надо с чем. Ну, то есть, много на чем человек не трудился. Внешне, что он не трудился. Над энергетикой тоже не факт. Это я трудился. Это все моя заслуга, парень. И я тоже сделал. Значит, третье, самое хорошее, это то, что человек трудился. То есть, например, вот парень один говорил, я слышал. Я что? Красивые глаза. Это такой себе комплимент. Например, вот он всю жизнь, он говорит, я пою, я не знаю, если я красиво пою, я пою, может, вообще не очень. Я не знаю, что многим не нравится, но я над этим очень сильно уже несколько лет тружусь. Меня кто-то, когда похвалил даже чуть-чуть, вот в эту сферу прям сразу пробирает. Среди недели. Да? Среди недели. Среди недели. Да. Среди недели. И самый лучший комплимент, это в адрес того, что человек, над чем он тут трудился. Вот. Теперь плюс по всему этому. Как раз в начале добьем эту табличку. Без разрешения. А где Матвей? Я в последний раз видел его на фотографии в инстаграме. В инстаграме поезде на Хмельницкий. Это то, что вот, например, сейчас я в Грузию ехал, это то, что мне Йоха сказала, как на пусты, и то, что мне помогло прям вообще лучше всего, когда я там выступал. Это в принципе, то есть у человека, как мы сказали, что у него изначальный настрой, а он такой, типа, более будет все плохо. Да? Ну и потом начинаешь там немножко снять и пар входить. Да? А что тебе Йоха сказал? Ну вот написано. Я пытаюсь, я пытаюсь подвести к этому. Что ты и так не умеешь, а? То, что мне Йоха перед этим сказала, она мне позвонила и сказала, что ты туда едешь просто для своего удовольствия. И когда я вот эту вот установку, то есть сначала у меня тоже было, ну то есть это другая страна, я не знаю аудиторию, я не знаю людей, я на Грузинской аудитории преподавал, другой возраст, другое все, там еще Москва, Одесса и кто-то там еще, то есть я вообще ничего не знаю. И это такое немножко выбивает, даже если ты как бы уверен в том, что ты можешь, умеешь и так далее. И теперь, когда Йоха мне сказала, смотри, ты туда едешь вообще не для того, чтобы, не для чего, ты едешь туда просто для себя. Просто выступаешь для себя и выступление твое должно понравиться тебе, потому что это интересно для тебя и ты просто должен, просто тебе самому должно, ты выступаешь для того, чтобы, я не знаю, чтобы самому лучше понять о чем-то, ты рассказал, потому что когда ты рассказываешь, ты понимаешь, просто чтобы выставить, чтобы наработать опыт, чтобы, я знаю, что это будет какая-то там ступенька в твоем личностном росте, что ты найдешь, что угодно можешь туда приплести, но просто чтобы вот для себя. И это одна из очень, очень прям дико сильных вещей. То есть просто я вот сюда выхожу не для внешних факторов, а для внутренних. Для своего удовольствия. То есть для тебя это в кайф, ты его не творишь в кайф. Да, а дальше как следствие супер, да. То есть если это тебе, то есть если аудитория видит, что ты получаешь от того, что ты делаешь удовольствие, то она тоже получает от этого удовольствие. Это просто неизбежно. То есть получается вот эта установка, это просто прям победа. Да. То есть как бы изначально получается, нужно перевести фокус внутрь и смотреть не на то, как люди на тебя среагируют, а внутренне вот это вот сделать такое. То есть я сейчас иду, кайфую. То есть я вот сюда пришел, сюда встал, чтобы кайфовать. И дальше это все. Это неизбежно, что людям понравится то, что ты делаешь. Ну как бы неизбежно. Понятно, да? Да? Так. Не будем сейчас сходить в детали. Давайте добьем это все. Вот эту табличку. Вот это тоже мне понравилась идея. То есть ты сейчас уходишь сюда что-то рассказывать. Какая у тебя внутренняя установка. Ты пытаешься выступить или приближаешься к какой-то цели. Мы будем сейчас говорить дальше про... Ну не сейчас, а в следующий раз будем говорить про цель выступления и как бы что-то, ну что, зачем, как это работает, зачем она нужна там. Ну то есть если для тебя вот это, то, что здесь происходит, это ступенька к чему-то большому, то как бы ты с этого кайфуешь. Если ты вышел сюда, чтобы, ну то есть типа все выступают, я не знаю, и там заставил, я не знаю, что произошло. Ну то есть с какой бы мыслью ты сюда другой там какой-то не вышел, что типа приходится или ну я же не хуже, там все, надо тоже выступить. То есть это оно такое, типа блин, ну я же могу в глаза. То есть если ты выходишь с... у тебя есть какая-то цель, которой ты этим и это средство, то другое отношение ко всей этой теме. И последнее. Упражнение сейчас на всех. Упражнение по одному. Следующее. Самое главное, ну в комплиментах другим людям, это мы тоже с вами проговорим, это мысленный комплимент. То есть для того, чтобы люди зеркалят друг друга, так? Теперь для того, чтобы это называется... Царь Шломо говорит, что как отражение лица человека в воде, так сердце человека в сердце человека. То есть с какой эмоцией ты, какую эмоцию ты транслируешь человеку, такую же эмоцию он получает и отзеркаливает. Да, понятно. То есть в принципе это очень крутая схема, потому что когда ты начинаешь выражать что-то позитивное, люди зеркалят, ты видишь, что они позитивные, и потом ты их ответ зеркалишь, ты говоришь, что еще позитивнее, в общем можно просто взорваться, да, позитивно. Теперь, что? Упражнение такое, что для того, чтобы... Вот с комплиментами начал, что как работает вот это... Люди друг друга зеркалят, теперь ты хочешь с кем-то, я не знаю, познакомиться первый раз, что-то такое, это conversation, да. Для того, чтобы вот войти, типа, ну как здесь, в Америке с этим нормально, в Америке все научные, то есть там по улице просто и улыбаются до ушей. Даже бесит. Не, особенно бесит, когда там тоже такое я видел, то есть там это нормально, то есть здесь люди, человек идет к тебе на улице навстречу, как это выглядит, типа здесь в Киеве получше. Здесь в Киеве получше, то есть ну типа как-то так. В Москве я на тебя вообще не смотрю, а в других городах России, ну ты сам в Самаре, где я был, там... То есть там, да, смотрят, но... Типа ближе не подходи, типа того, да, то есть если человек тебе улыбается на улице, то что значит? Беги, беги, забудь... Он либо хочет тебя воровать, либо он сумасшедший, либо он хочет денег взять, либо... Ну что-то он хочет от тебя, то есть просто так не улыбаются здесь, да, в странах этого, пост-СНГ. То есть если тебе улыбается, это проблема. В Америке все, в Америке там норма вообще другая. Там именно на улице, то есть ты просто встретился глазами с человеком, вы просто обязаны друг другу улыбаться. Мне даже один раз сказали, я бы еще встал в устроенное настроение, он сказал... Я такой ходил, типа, ну такой немножко, и он... Ну и то есть люди видят, и он мне говорит, типа, а что ты не улыбаешь? Я в смысле говорю, что ты должен улыбаться? Он такой, смотри, ты мне портишь настроение. Потом он говорит, что это американская, американская... Он, типа, ты должен улыбаться мне, и это... У них есть фраза такая, fake it until you make it. Очень такая еврейская идея в некоторых местах. То есть, ну, как это называется? Притворяйся, пока не получится. Пока не получится по-настоящему. Внешнее влияет на внутреннее, да? То есть, ты восстановишь... Мы уже много раз обсуждали. Теперь, так... Это я все по комплименту пытаюсь подвести. Первый раз ты с человеком в контакт вступил. Как это вообще? То есть, для того, чтобы у тебя появилось к нему на лице что-то позитивное, чтобы он на тебя среагировал позитивно, нужно ему внутренне сказать что-то типа... И сразу, и внутри... То есть, дальше я пришел, например, знаю первый раз, еще не знаю, как его зовут, но там... Или какой симпатичный парень. И такой... И такой... И внутри, то есть, я уже подхожу с выражением лица, с каким... На моем выражении лица написано, что в «хочень-почень-почень-пай». И Жора такой... А Жора такой в ответ... «О, какие красивые глаза!» То есть, Жора, Жора... «Ой, парень, он считает, что я симпатичный. Ну-ка же, скажи мне больше об этом, да? Мне очень интересно». Да? То есть, так это работает. Мы нашли друг друга. Внутренне... Так идем друг от друга. Я отнял меня взгляда. Это история про кофту и глаза. Ты на кофту, я на глаза. Ты мне глаза, а я тебе кофту. И это как бы в личном контакте так работает, да? Теперь в контакте с аудиторией, как бы, сложно... Ну, можно придумать комплименты, тоже мы будем про это говорить, на аудиторию в целом. Для этого нужно найти, что у них общее, и подумать, что там, что в этом хорошего. Типа, вы, белорусы, классно выращиваете картошку. Я думал, что это самое ужасное. Вы, белорусы. Нет, это типа шутка. Объясняйте, это белорусы, которые сидят сзади. Которые смотрят эту трансляцию. Да, сзади белорусы. Значит так, теперь что? Теперь, когда это на массовую эту... То есть люди, на массовую... Много людей, люди зеркали то, что ты их транслируешь. Теперь, перед тем, как ты выходишь в аудиторию, нужно сделать простую вещь. Я слышал ее в совершенно разных вариациях, то, что ты себе должен сказать. Можете выбирать любым. Мне многие из них нравятся, только какие-то из них нравятся. Нужно подобрать то, что тебе прикольно. Это вот просто еще до того, как ты зашел, да? Это вот такая какая-нибудь фраза, типа... Я очень рад всех вас видеть. Буду. Буду рад. Буду очень рада всех вас видеть. И мне вообще кайфово от того, что я здесь нахожусь. Я хочу сейчас рассказать то, что буду рассказать. Вот это вот так вышло. И прям так... Класс, и все, и понеслась, да? То есть, это как бы то, что ты вот мысль какую-то заранил себе внутри хорошую. То есть, обычная мысль какая внутри у человека? Что? Я по-моему. Что тут копеет? Ну, копеет будет, облом. Как они отреагируют? Ты заходишь уже с... Первый посыл, он от тебя. Первый посыл какой? Блин, так рад, чтобы сидеть. Вот реально, маршал обожаю. Ну, мне реально тут кайфую. Ну, то есть, это как бы я не... Не это самое. Я тут... А? Не по сценарию. Не, ну я тут кайфую, да? То есть, теперь... Да, да, да. По сценарию за это сомненько. Да, да, да. Подъехал. Нет. Когда это... Ну, не важно. Значит, нравится, да? Противился? Хорошо, все. Теперь упражнение... Так, погоди, так. А почему ты сказал, что я буду? Типа так, когда ты развернулся и сказал, я буду там. Ну, аудитория, на которой ты выступаешь первый раз. Самый устроитель. Это прямо перед тем, то есть, себе в голове включить, типа, ну, я слышал такое, я рад, что я здесь, я рад, что вы здесь, и вы мне нравитесь. Интересно. Будет ли так? И все будет хорошо. Типа того, да? То есть, такой лучшенький позитивный. Внутрь тебя пустил, на них и транслировал, и все хорошо становится. Значит, теперь самое хорошее, как вот это вот, включить вот эту вот штуку у себя, вот в этой части тела, да? Это вспомнить именно ту ситуацию, вспомнить то слово, которое ты говоришь, когда вот произошло что-то офигенное. Я, видите, я говорю слово офигенное, да? То есть, значит, мне нужно... Потому что вот вы офигенные, то есть, мне надо подумать и прям будет офигенный слово. Каждому человеку, то есть, вот у тебя случилось, я не знаю, ты выиграл лотерею, я не знаю, узнал вот суперкрутую, ну, какую-то, но вот теперь... Да, я тоже не думаю, что люди захотят быть нас названными на этих словах. Ладно, не надо говорить... Это слово весело. Не надо говорить это вслух им. Ты должен сказать про себя. Вот этот... Я тебя понял. Значит, погубал. Значит, то, что для того, чтобы вот это транслировать во внешний мир, нужно сказать... У людей же как работает. Есть какая-то эмоция, а слово это то, что запаковывает эту эмоцию. Потом ты вызываешь эту упаковку из головы и чувствуешь, насколько ты эту эмоцию. Так? Нужно сейчас всем вспомнить, какое слово... Не обязательно мне это говорить, но если кошерно, то можно сказать. Какое слово именно вот... То есть, я не знаю, что узнали, что поедете за границу сейчас, что какая-то вот возможность, что-то случилось, что-то прямо классное произошло. Не, у меня, к сожалению, не очень было плохое, а слетан. Вы все такие... Он молчил. Ты сейчас все говоришь вспомнить, и у меня, так знаешь, такое нарезка клипов у меня было. Да. Или вы там... Я понял. Там целое предложение, да, видимо? Нет, там просто вопросов. Окей. Я думаю, сейчас, поскольку нам сегодня нужно... Еще, еще, еще. Нет, поскольку нам надо сегодня выехать пораньше, нам надо первое занятие закончить. Вот на этом. На этом мы закруглимся. Сейчас, вывод. Конец. С чем мы займемся в следующий раз? В следующий раз мы начнем с очень важного момента. Ну вот, например, да? Слышал такое то, что, да? Просто заходишь в аудиторию, и внутри пускаешь такой. Хороший мой. И лучше всего что-нибудь смешное, да? Чтоб тебе самому стало смешно, типа сладенький. Поросил. Говорить не надо. Говорить не надо. Ты будешь стоять и день-денький приезжать там, собственно. Нет, нет. Если человек молча с ним улыбается, продумывает, да, 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 да. Стоит, смотрит, где именно начинают говорить. Для этого я, демникации, я понял, как и так готовиться к лекции. Я не знаю. Ну, то есть, вот это вот, внутрь такую волну мысленную на людей пустил. Вы такие просто сладкие. Порося. И у тебя лицо становится прям такое... Прямо вот вы сладкие. Или дикоширные. Вот, хорошо. На этом мы сегодня сжигаемся. Давайте подведем какие-то итоги, что мы сегодня с вами добавили. Создание на паре... Во время обучения, вот это, да, есть точка А, точка Б. Точка А, точка Б. Точка А это я... Точка А это я не умею выступать. Точка Б это я умею выступать. Между ними что? Выступление. Выступление, да. Опыт. Опыт, выступление и тренирование. И тренировки. Теперь это надо отрабатывать на людях и делать в такой среде... То есть, евреи шли откуда? Из Египта в Израиль. В пустыне у них были такие суперусловия. Там были облака славы, Бог их окружил. Там было ни жарко, ни холодно. Кондиционеры. Еда каждый день. Еда любого вкуса. Ты сейчас вышел из... Колодец Мирианда. Спасибо, Беня. Значит, ты вышел сейчас из страны белопоклонства. Из полной вообще... Из... В общем, там точка была такая, что жесть. Просто черная дыра. И идешь ты куда? В страну текущую молоком и ведом. Но чтобы туда войти, ты должен прийти из... Некоторый адекват, да? Чтобы из одного состояния перейти в другое, лучше сделать такие условия приятные, комфортные для изменения. Ну и вот, то есть, я надеюсь, что это то, что мы здесь делаем. Обратная связь, помните, как звучит. Сначала детально, чтобы было классно. Потом, может быть, и только тем, кто готов это вообще услышать, что можно улучшить. Потому что многие люди не готовы услышать. Будут даже в... То есть, любую вещь можно запаковать очень красиво, нежно и спокойно. Но как бы это нужно запаковывать. Потому что есть достаточно большой процент людей, которые не будут готовы услышать ни в какой форме. Вот. Настрой на удовольствие. Одна из самых мощных вещей. Надо прям красным. Не надо сделать. То есть, это прямо меняет все. То есть, когда ты выступаешь для внутренней цели, это создает твой внутренний настрой. И создает настрой на всех. Им тоже становится прикольно. Потому что у тебя прикольно. И все. Круг замкнулся. Да. И последнее, то, что мы с вами говорили. Именно вот это слово, которое у вас есть, которое вы говорите, когда просто все шикарно. Или восхитительно. Или просто... Или, в общем, все те варианты, которые нельзя признать и вслух. Вот его... То есть, это то, что включает очень хорошо. Я могу это картинками даже скинуть. Можно? Да. Все. То есть, это все было лишним. Всем большое спасибо. Я всем желаю, чтобы мы в этой теме продвигались, чтобы у нас победительность становилась все больше, чтобы мы все выступали все лучше и лучше. Евреи народ лидеров. И это обязательное качество для того, чтобы кому-то что-то донести. И чтобы, в общем, быть таким на уровне. Я всем желаю вот это все усваивать. Все больше и чаще и лучше и чаще повторять. Чтобы мы прямо... Залетали. Спасибо. Спасибо.